Приходим к следующему докладу, тоже не уходя от международной темы, обзор международных трендов профессионального обучения нам расскажет Дарья Александровна Великова. Пожалуйста, вам, Дарья Александровна, слово. Коллеги, добрый день. Я представляю библиотеку иностранной литературы. Москва. Очень рада приветствовать всех, очень рада нашей виртуальной встрече. У библиотеки иностранной литературы тоже есть лицензия на образовательную деятельность. Мы тоже организуем свои программы повышения квалификации, но не так хорошо, пока обучаем своих собственных сотрудников. Меня очень порадовало, как Зинаида Матвеевна Саенко рассказала, что их библиотека включила в госзадание обучения своих сотрудников, и благодаря этому они смогли бесплатно обучить такое большое количество. Это очень здорово, стоит к этому стремиться. Но у меня сегодня тема доклада другая, а поскольку библиотека иностранной литературы состоит в ИСЛА, это Международная Федерация Библиотечных Ассоциаций и Учреждений, вы знаете, на всякий случай расшифровываю, состоим мы с самого начала ее основания, с 1927 года, и очень активную работу там ведем. В том числе мы уже в течение лет 20 состоим в секции по непрерывному образованию и обучению на рабочем месте. Сотрудники нашей библиотеки постоянно там находятся в их постоянных комитетах. В данном случае сейчас я представляю этот постоянный комитет. В основном, конечно, я, кстати, собиралась, у меня нет презентации, я хотела кидать ссылочки в чат, но я вижу, что в чате у нас только связь с организаторами получается. То есть все участники не могут эти ссылки видеть. У меня здесь только организаторы, соорганизаторы. Попробуйте, пожалуйста, мы должны все видеть. Выбор организатор или соорганизатор? Надо выбрать кому? Все. У меня есть вот все участники конференции. Попробуйте. Понятно, у меня нет. Не знаю, в чем причина. Сейчас мы попробуем исправить, если есть. Потому что я хотела давать полезные ссылки на наши ресурсы. Большая часть их, конечно, на английском языке, но существует много переводов. Мы этим занимаемся. Занимаемся этим и наша библиотека, и лингвистический центр ИФЛА при Российской государственной библиотеке. На чем, в первую очередь, фокусируется работа секции по непрерывному образованию и обучению на рабочем месте? Она собирает и анализирует лучшие практики библиотек со всего мира по обучению на рабочем месте по непрерывному образованию. Она разрабатывает методические рекомендации по организации этого обучения для всех участников процесса. Она проводит ежегодно цикл вебинаров и мастер-классов по повышению квалификации персонала. Такие тренинги для тренеров. Реализуются коучинговые инициативы. Я подробнее об этом буду рассказывать. Программы стрессоустойчивости для сотрудников библиотек. Ведет блоги и социальные сети. Ключевой документ секции – это руководство НИФЛа по непрерывному профессиональному образованию, принципу и передовой опыт. Он в первой редакции существует уже лет 10, и потом он дополнялся в 2017 году. В 2018 наша библиотека его полностью перевела на русский язык. И он есть в сети. Ссылочку я сброшу потом. Это достаточно большой, очень подробный документ. И он отражает интересы всех участников процесса обучения дополнительным образованием. Это и учащиеся сами, и работодатели, и профессиональные ассоциации, и преподаватели библиотечных информационных наук в вузах, и организации, которые предоставляют нам услуги повышения квалификации и профессиональной подготовки. Для каждой категории этих людей там есть свои методические рекомендации. И то, чем сейчас занимается секция, это разработка рекомендаций по организации дистанционного обучения, которое нам так сильно с вами понадобилось, особенно вот в последние эти два-три года во время пандемии, когда резко пришлось, во-первых, обучаться новым, задевать новыми профессиональными навыками, и, во-вторых, делать это дистанционно. Понятно, что все мы научились этому сами, и задача секции сейчас как раз собрать лучший опыт, особенно на национальном уровне, о том, как организован процесс дистанционного обучения для библиотекарей, и на основе него проанализировать и сделать такие рекомендации, которые они тоже планируют представить в будущем конгрессе ИПЛА в июле этого года, и как только они появятся, мы сразу же возьмемся за их перевод на русский язык и распространение, потому что там можно будет почерпнуть для себя интересные какие-то именно практические вещи, как это организуется в других странах. Кстати, будет здорово, если вы потом тоже поделитесь таким опытом и пришлете мне какие-то интересные ссылки, потому что мы собираем этот опыт по России. Что касается вебинаров, они идут на английском языке. Информация вся есть о них на сайте в разделе нашей секции, на сайте ИПЛА. Уже более 10 лет в сотрудничестве с группой по интересам ИПЛА «Новые профессионалы», и в основном тема достаточно широкая у нас – это глобальные связи новых библиотекарей, передовой опыт, модели и рекомендации. И сейчас мы тоже расширяем наш контакт с другими секциями ИПЛА, чтобы организовывать совместные вебинары, потому что именно на ссылке получаются самые интересные, на ссылке и профессиональных интересов получаются самые эффективные похожие семинары. Вот, например, с секцией по подготовке кадров будем тоже, видимо, делать несколько вебинаров, в которых будут участвовать и студенты, и молодые специалисты. И как раз им будет очень интересно обменяться уже опытом. Еще такое интересное профессиональное событие, которое мы организуем каждый год, то в очном формате на конгрессе ИПЛА, то в виртуальном формате, как это было в прошлом году, в 2021, называется «Кафе знаний». Возможно, многие из вас об этом слышали. Если кто-то был на конгрессах ИПЛА в Польше и в Кула-Умпур, то они могли это видеть, потому что они там проходили очно. Формат такой. Выбирается несколько круглых столов по актуальным темам, которые касаются, во-первых, повышения квалификации для секарей, непрерывного образования на рабочем месте, профессиональной подготовки кадров, управление персоналом. И собираются люди, несколько круглых столов. Есть модератор, есть секретарь. Мы обсуждаем какие-то вещи, потом записываем, презентуем и представляем их в виде такого сводного документа. За это время, поскольку там встречаются люди совершенно разных стран, разных организаций, очень интересные идеи появляются новые. Потом можно это очень хорошо использовать в своей практике. И наша библиотека обычно переводит эти репортажи на русский язык, чтобы можно было их использовать. Мы распространяем на сайте, в социальных сетях. Если будет интересно, можно будет потом мне написать. Я пришлю ссылки, где их можно почитать сейчас. Так вот, у меня появилась табличка «Все». Я скину по ходу дела, наверное, после своего выступления, уже несколько ссылочек для вас, которые вам могут быть интересны. Еще две темы актуальные сейчас. В международной среде, то, что касается работы по развитию персонала. Во-первых, это создание устойчивого рабочего места для библиотекарей, снижение стрессовой нагрузки, психологическая адаптация к стремительно меняющимся условиям работы и профессиональным требованиям. И этому посвящено довольно много ресурсов, довольно много круглых столов, собирают материалы. И видеокурсы Американской библиотечной ассоциации есть по этому поводу. И вот, например, шведская библиотека тоже ведет такую большую работу. Что касается именно, по-английски это звучит как «wellness», по-русски, чтобы было понятнее, мы переводим как «создание устойчивого рабочего места и обеспечение стрессоустойчивости для сотрудников библиотек». Особенно это ощущалось тоже в период пандемии, когда людям нужно было срочно адаптироваться к дистанционной работе, быстро делать новые навыки, быстро перестраиваться, чтобы и свою аудиторию не потерять, и внедрять какие-то новые формы библиотечного обслуживания и так далее. Еще одна важная вещь, которой сейчас мы уделяем внимание, и наша секция по литературному образованию готовит сейчас цикл обучающих вебинаров по теме «Инфодемия». Мы начали собирать эти материалы, разрабатывать какие-то методические рекомендации для библиотекарей, как выявлять достоверную информацию, как противостоять фейковым новостям при обслуживании читателей. Тема сейчас для нас особенно актуальна, потому что от инфодемии страдает сейчас просто весь мир. начиналось это тоже в пандемии, когда люди набирались этих слухов, и стресс рождался сам собой из-за того, что слишком много было фейковых новостей. И в общем продолжается это сейчас, и поэтому в ближайшее время будет цикл таких методических рекомендаций для библиотекарей. Еще интересно было у нас уже два года длится такая коучинговая инициатива, серия коучинговых лекций, встреч, сестей таких для библиотекарей, на которых мастера коучи-эксперты давали им рекомендации, как выстроить свою индивидуальную профессиональную траекторию, своего профессионального развития. Давали, помогали найти мотивацию для профессионального развития. Это таким, можно сказать, сначала прошел у нас тренинг для тренеров, то есть в течение года проходили виртуальные занятия для будущих коучей, которые потом сами уже занимались с библиотекарями. И в прошлом году, поскольку у нас был в основном виртуальный формат встреч, то перед конгрессом ИФЛа в августе и после этого еще следующую неделю прошло довольно много, если так по всему миру, то более 500, наверное, таких вот сессий, на которые могли записаться библиотекари, на индивидуальный тренинг с экспертом, который разговаривал с ними и помогал именно разобраться в своей мотивации, оценить свои умения, понять, к чему стремиться, как выстроить свою профессиональную траекторию. Это довольно интересно, потому что это, опять же, на стыке наук, это не только управление персоналом, не только повышение квалификации, но еще и психология. Потому что здесь мы помогали людям, особенно тем, ну, библиотекарям, особенно тем, которые немного растерялись вот именно от такой стремительной переменной обстановки и стали сомневаться вообще в своей профессиональной претенции, понимали им найти себя, понять, как им шаг за шагом наверстать сейчас или получить свои навыки, и чем они могут быть полезны своему сообществу, которое они обслуживают, именно сейчас. В заключение, хотела бы сказать, что секция по нейтрализовому образованию ведет интересную серию подкастов на разных языках, в том числе и на русском. Это интервью с экспертами библиотечного дела и с руководством ИПЛА, с президентами ИПЛА, с председателями секций, с интересными яркими личностями от библиотечного дела и мы завели свою русскую серию. Ссылочку я тоже вам сброшу. Там есть несколько интересных интервью, и они на русском языке, но для того, чтобы все мировое профессиональное сообщество тоже было подключено, об этом знало, мы переводим их на английский язык и размещаем там же, на той же страничке, чтобы был больше охват аудитории. Так, ну и информационные ресурсы, секция, это, во-первых, ее страница, блог на сайте ИПЛА, который ведется на всех синие официальных языках ИПЛА, в том числе и на русском. Информационный бюллетень, который выходит два раза в год в электронной форме, правда на английском языке. Мы в нем публикуем актуальные материалы ИПЛА, анонсы профессиональных событий будущих, интересных, репортажи. И активная работа в социальных сетях. В недавнее время это очень хорошо читалось в Фейсбуке. Секция регулярно публикует интересные материалы по непрерывному образованию. Ссылочки я сейчас сброшу, приглашаю вас присоединяться. Адрес свой тоже оставлю, если будет интересно поближе познакомиться с деятельностью секции и с темами, которые мы развиваем, то мы, если просим, пишите мне. Я всем с удовольствием отвечу. Благодарю вас за внимание.